Имя русско-французско-американского художника Михаила Шемякина неразрывно связано не только с Петербургом, Парижем и Нью-Йорком, городами, в которых он жил и работал, но и с театром, как одной из сфер искусства, которая всегда привлекала его внимание. График, живописец, скульптор, перформер Шемякин не раз обращался к сценографии, к работе над сценическим костюмом. И каждый раз те миры, которые он создавал для подмостков, восхищали и пугали публику одновременно, но никогда и никого не оставляли равнодушным. Выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр» открылась в Театральном музее, и подробнее о ней расскажет Павел Богданов. Сейчас в это трудно поверить, но роман Михаила Шемякина с театром складывался совсем не так просто. Ровно 50 лет назад он получил предложение оформить оперу «Нос», премьера которой состоялась на сцене Ленинградской консерватории, но после первого же показа эта постановка была запрещена по идеологическим соображениям. Михаил Шемякин вернется на петербургскую театральную сцену только в начале 21 века, когда поставит в Мариинском театре «Щелкунчик». Этот балет с неизменными аншлагами идет уже 16 лет. А ведь сколько было мнений о шемякинской интерпретации классического произведения Чайковского. «Щелкунчик» Шемякина — это рассказ об откате ребенка принять наш мир. Маша у него нелюбимая дочь, дитя-изгой, непонятая как взрослыми, так и сверстниками. Шемякин создал удивительную параллельную реальность, но жизнь по человеческим законам внимательный зритель здесь тоже обнаружит. Хотя сама тема, вот «Щелкунчик», нам показалось, что она сегодня как-то привлекательна, привлекательна не то слово, она как-то так звучит. Эти крысиные воины, крысиные аристократы, крысиные воры, которые такие фантастические у Михаила Шемякина, но вместе с тем они так реалистичны на самом деле по окружению, в котором мы живем. Мы наоборот, эти благородные персонажи кажутся такими, они реалистические, на самом деле, но они кажутся такими сказочными, такими хрупкими и такими вымышленными даже. Работая над «Щелкунчиком», Михаил Шемякин создал более тысячи эскизов и даже деревянные скульптуры танцующих актеров, которые помогали наглядно представить мизансцены спектакля. Это не уникальный для него случай. У него уже все мизансцены прорисованы, у него уже все, все, только даже вот эти, никаких диалогов, только уже одевай и играй. Все, потому что все, декорации готовы, костюмы готовы, тебе еще картинки нарисованы, взаимодействие, действия, взаимодействие, конфликты, все это есть. После «Щелкунчика» были «Волшебный орех», «Метафизический балет» и «Весна священная». Но не все работы мастера видели даже искушенные зрители. Балет «Капеллия», премьера которого состоялась в Вильнюсе пять лет назад, до России так и не доехал. А ведь это тоже мысли Шемякина на тему так любимого им Теодора Гофмана. Обычно «Капеллию» относят к комическим балетам, который не отягощен излишним психологизмом. Этакая школа для начинающих солистов. Но Шемякин не был бы Шемякиным. Он пытается избавить зрителя от навязчивого представления о «Капеллии», исключительно как о таком легком, дубильном спектакле о любви. И на первое место он вывозит такого персонажа, как «Капелиус». Загадочного, злобного, в то же время совершенно непонятного. И вот именно такой вот образ, очень двойственный для Шемякина, как и для Гофмана, по его мнению, он выступает главным спектаклем. Этой выставкой театральный музей открывает серию экспозиций «Художник и театр». Мы работали быстро, долго не обдумывая все это импровизационно. Вот привезли вещи, сделали вместе выставку. Совершенно отдельная тема творчества Михаила Шемякина – карнавал. Вот уже два десятилетия он год за годом устраивает свои перформансы в Венеции и одновременно участвует в них. Символично, что открытие выставки совпало с очередным венецианским карнавалом. Он делает великую работу и помогает сохранять дух Венеции, в самой Венеции, поддерживая ее хорошими костюмами, хорошими идеями. Там сама уже стынится на методическую атмосферу театральности. В самой Венеции присутствует. И весь дух Венеции он перенес сюда. Маски сброшены – это совсем не про творчество Шемякина. В нем еще много неразгаданных тайн. Он не стремится быть понятым любой ценой, но его замыслы очень хотят разгадать. Разве не в этом секрет успеха настоящего художника?